Итоги выборов обсудим с политологом Ильясом Гусейновым. Он подключается к нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Итак, для участия в качестве наблюдателей в Азербайджан прибыли делегаты из 89 стран. И они отметили, что выборы прошли в праздничной атмосфере, конкурентно, справедливо и прозрачно. Прошедшие выборы уже называют историческими, ведь они прошли на всей территории республики. О чем, на ваш взгляд, свидетельствует тот факт, что нынешнего главу государства поддержало такое большое количество людей? Он набрал 92,12% голосов избирателей. Да, вы правильно отметили, что неочередные президентские выборы прошли в праздничном настроении, потому что после Отечественной войны и локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан обвел территориальную целостность, суверенитет, конституционный строй. И действительно, вот эти президентские выборы были историческими, потому что на всей территории нашей суверенной республики прошли эти выборы. И примечательно, что президент Азербайджана, главнокомандующий господин Ильфам Алиев, проголосовал на этих президентских выборах в городе Ханкянде. И это тоже имеет очень большое политическое значение, потому что есть силы, которые не принимают реалии Отечественной войны, не принимают новые геополитические реалии. И вот в знак этого президент показывает, что мы в Ханкянде, мы голосуем в Ханкянде, и у нас проходят очень грандиозные президентские выборы. И по отчетам экзит-полов и международных наблюдателей, локальных наблюдателей тоже вот отмечалось, что выборы прошли демократично, прозрачно, транспарентно. И господин президент лидировал во всех этих примужетках, когда открывались урны и считались голоса. Потому что вот это очень большой процесс, и принимаем во внимание, что наши соотечественники голосовали за рубежом наших границ, и вот надо было все это подсчитать и подвести итог. И итог очень значимый, потому что 92,12% уже конечный результат. И в связи с этим официально Баку принимает поздравительные письма от глав государств, глав правительств, глав авторитетных международных организаций. И очень интересно, что генеральная секретарь ОБСЕ тоже отправила поздравительное письмо, и миссия ОБСЕ тоже наблюдала за этими выборами. И разного рода спекуляции, разного рода манипуляции общественного мнения вокруг этих президентских выборов тоже не дал никакого значения и никак не смог поставить под тень весь этот процесс. 7 декабря было объявлено о проведении неочередных выборов, 15 января было начало агитационной кампании, и в конце 7 февраля удачно весь этот процесс закончился. Я думаю, что я сам активно следил за этим процессом, и сам голосовал в 19-м участке Нарвановского района, и сам видел, что люди приходили на эти выборы в праздничном настроении, потому что уже нет той агрессии против наших территорий, нет той боли, которую мы видели, страдали от этого в течение 30 лет, и Азербайджан обрел суверенитет над всеми территориями. И это, конечно, отзывалось, показывало свое влияние на атмосферу всех этих выборов, и народ показал национальную волю, солидарность, потому что каждый гражданин Азербайджана, голосовав за президента, за главнокомандующего, и еще отдал данное почтение за эту большую победу, за обретение территориальной целостности. Это очень важно для нас, и господин президент дал слово народу, когда избрался в 2003 году, и в течение всех этих 20 лет правления Азербайджан только стремительно развивался во всех отраслях, политически, экономически, социально-демографически, энергетическом плане и так далее. И Азербайджан сейчас главный геополитический актор в этом регионе, и Азербайджан старается не только в этом регионе, а в большой географии, в большом географическом пространстве, чтобы был мир, стабильность, безопасность. И в этом контексте ведутся переговоры с Арменией. И я думаю, что в этом году после президентских выборов уже вся цель будет уделена на подписание мирного договора, открытие коммуникации, определение государственной границы, делимитации, деморгации. И после открытия транспортных коммуникаций регион соживет, откроется новая страница. И я думаю, что мы будем в основном эфирах комментировать дальнейшие победы нашей республики. Да, действительно, прошедшие выборы знаменуют начало нового этапа развития государства. Вот какие, на Ваш взгляд, вызовы и задачи стоят сегодня новые для Азербайджана? Мединхам, Вы помните, в начале года господин президент дал интервью нашим местным телевидениям, и он сказал очень интересную фразу, что Азербайджан переходит на новую эпоху, новую эру развития, и нам нужна новая идеология, новые идеи для развития нашей страны. И еще отметил, что у него есть представление насчет этого, и как бы выбыл вот эту тему на обсуждение политологов, экспертов, экономистов, военных экспертов и так далее. И, конечно, сейчас в обществе это обсуждается, вот какая будет наша национальная идея, потому что вопрос Карабаха исчерпан, он закрыт, и сейчас нам нужна новая идея, новые концепции, новые национальные приоритеты. И если вот посмотреть на политическую повестку, то господин президент еще после Отечественной войны объявил о пяти национальных приоритетах. Если вот присмотреться на повестку, на агенту, то можно увидеть, что к 2030 году и истекает вот этот срок господина президента, и вот истекает именно тот срок, который был поставлен в связи с национальными приоритетами. Но это будет и социальное, экономическое развитие нашей страны, программа «Великое возвращение», очистка от мин, возвращение наших бывших ненужных переселенцев и всесторонное развитие. Это, конечно, очень колоссальная, большая работа, но главное — укрепление безопасности, укрепление социального развития, благосостояния народа и так далее. Есть очень большие надежды на новый этап развития, и после 20 лет правления нашего президента уже все счетчики обнуляются, и начинается новая эра. Действительно, это очень исторический момент, и весь народ в этом ожидании голосовал. Это очень заметно было, и есть очень большие надежды на новую эру, на открытие новой страницы, потому что именно во время оккупации было совсем другое настроение, а сейчас уже народ-победитель проголосовал на этих выборах. И именно вот эта атмосфера победы должна отражаться на жизни, на каждодневной суете, на каждодневной жизни нашего гражданина. Ну что ж, большое спасибо, что подключались к нам. Я отмечу итоги выборов. Мы обсудили с политологом Ильясом Гусейновым. Ильясом Гусейновым. Субтитры создавал DimaTorzok